Здравствуйте! Хотелось бы поделиться радостью, еще одним чудом, которое совершил уважаемый Давид. С его появлением в нашей жизни чудеса случаются регулярно. Мы этому несказанно рады и очень благодарны вам. Как я уже говорила в одном из предыдущих отчетов, мы поменяли квартиру на дом и переехали. И благодаря Давиду на следующий же день ребенок, который не хотел просто заходить, пересекать порог этого дома, он здесь уже ходил, как будто мы здесь месяц живем. Единственная проблема была все это время, ему очень нравится гулять на улице и ему очень нравится гулять в доме. Но когда он подходит к двери, у него какой-то страх, он не может преодолеть этот переход отсюда туда и оттуда сюда. Все это сопровождалось слезами, криками, волосы редеют у меня, потому что пытается схватить и маме вырвать, потому что что-то хочет сказать не получается. Он злится и у него это проявляется в агрессии. Потом успокаивается, опять видит здесь обстановку, начинает играть. Выходим на улицу, та же песня, на улице гуляем, потом со скандалом домой. В общем, мы даже несколько дней не выходили. Сегодня первый раз за неделю я решила его вытащить, потому что солнышко, но у ребенка сидит неделю без улицы. Вытащила, по скандалили жутко. Потом заходить обратно опять не хотел. Залезал в машину и все, либо едем куда-то, либо находимся на улице, но только не домой. Я уже отчаялась. Мне представила, что надо пережить очередной нервный срыв. И написала Давиду, что вот у нас такая ситуация. Я не знаю, как правильно, может быть, мне как-то по-другому его завести, может быть, что-то дать послушать, успокоить. В общем, прошло 10 минут. Я открыла двери, как обычно это делала. И Максимка сам пошел, зашел в дом, зашел в свою комнату, разделся сам и попросил меня включить мультики. Довольный, счастливый. Единственное, что он вернулся, посмотрел на дверь, закрыл ее все-таки на всякий случай. Но мы первый раз за 2,5 недели зашли без слез, радостные, домой. Так что у нас большое счастье. Еще один страх преодолен. Спасибо вам огромное, уважаемый Давид. Спасибо.